На Луганском направлении, на неподконтрольной Украине территории, на мине подорвался автомобиль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Это первый случай, когда жертвами действий боевиков стали члены наблюдательной миссии. Со стороны так называемой ЛНР тут же поспешили заявить о диверсиях украинских военных, а вот украинская сторона наряду с западными партнерами требует немедленного расследования трагедии. Все детали в следующем материале. Авто наблюдателей ОБСЕ взорвалось утром во время патрулирования возле села Пришиб, которое находится на неподконтрольной территории. В результате, по данным украинского и австрийского внешнеполитических ведомств, погиб американский медик. По другим данным, погибший британец Джозеф Стоун. А двое наблюдателей, одна из которых гражданка Германии, были доставлены в больницу Луганска. Представитель ОБСЕ Себастьян Курц потребовал всестороннего расследования трагедии. Смерть коллеги является шоком для всего ОБСЕ. Нужно провести тщательное расследование. Виновные будут привлечены к ответственности. Расследование требует и украинская сторона. Также Петр Порошенко выразил соболезнования семье погибшего и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Глава государства поручил министру иностранных дел координировать свои действия с ОБСЕ и подчеркнул, украинская сторона осуждает все формы препятствия боевиками работе наблюдательной комиссии. Расследование потребовал и генсек НАТО, а глава МИД Германии Зигмар Габриэль призвал боевиков прекратить нападение на наблюдателей. Наблюдатели ОБСЕ каждый день неустанно выполняют свою работу. Это их заслуга. То, что за последние годы не произошло более крупной военной эскалации на востоке Украины. Нападения и неоправданные обвинения в адресе ОБСЕ, особенно со стороны сепаратистов, должны прекратиться. Ближе к вечеру в сети появилось вот это видео, снятое боевиками. Со стороны так называемой ЛНР тут же поспешили заявить о диверсиях украинских военных. Эту информацию растиражировали и в российских СМИ. Автомобили якобы отклонились от основного маршрута и ехали по второстепенным дорогам. В штабе АТО заявления об украинских диверсиях назвали безосновательными. За последние сутки в этом районе не фиксировали нарушений режима тишины. А значит заявления боевиков об обстреле вооруженными силами Украины места подрыва автомобиля не соответствуют действительности. А в МИДе подрыв патруля назвали попыткой запугивания наблюдателей ОБСЕ и желанием свести на нет усилия Украины и миссии ОБСЕ по стабилизации ситуации на линии разграничения. Также в МИДе призвали Российскую Федерацию выполнять взятые на себя в рамках минских договоренностей обязательства и обеспечить наблюдателям ОБСЕ беспрепятственный доступ на всю неподконтрольную Украине территорию. Павлина Василенко. Подробности телеканал Интер.